В эти минуты там же в Париже идут боксерские поединки. Главный бой, к которому приковано внимание казахстанских болельщиков, безусловно, с участием нашего боксера Нурбека Уралбая. Он выступает против Хавьера Пеналиса из Доминиканской республики. Напомню, Уралбая вышел в полуфинал, чем гарантировал первую медаль в этом виде спорта для нашей страны. В эти минуты в столичной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3 болеют за казахстанского боксера. Моя коллега Динара Абдирова сейчас находится там. Динара, приветствую. Расскажите об атмосфере, которая царит сейчас в спортивном комплексе. Здравствуйте, Диана. Сейчас в спортивном комплексе достаточно очень уже тихо и напряженно царит атмосфера, потому что в эти минуты начался главный бой, где участвует наш соотечественник Нурбек Уралбай. Сделаю маленькую ремарочку, почему именно проходит в спортивном комплексе Толхан с Дюссишор номер 3 города Астаны. А все потому, что Абек и Нурбек Уралбай являются воспитанниками и выпускниками именно этой школы. Поэтому здесь их очень хорошо знают и помнят как дисциплинированных и целеустремленных спортсменов. И немножечко про бой. Бой сейчас прям проходит уже, видите, за моей спиной в Париже, в Олимпиаде, а мы здесь смотрим и наблюдаем. Отмечу, что его соперник 23-летний спортсмен из Доминиканской Республики. Оба спортсмена ранее не виделись, но имеют уже солидные победные серии. Скорее всего, уже в первом раунде наш показал неплохой результат. Ну давайте спросим этого профессионала. Прямо сейчас рядом со мной находится Махсат Кадырбаев, руководитель этой школы. Он нам и расскажет вообще, вы только что посмотрели, да, примерно бой. Подождите, я задам вопрос, да. Как вообще про тактику, расскажите, видите ли вообще какую-то тактику подготовку нашего спортсмена? На подготовку нашего спортсмена, в принципе, прошла очень хорошо. Прошли учебно-тренировочные сборы в горной местности. И хотелось бы отметить, что и соперник нашего Нурбека Уралбая является не из робкого десятка, потому что, как вы видели, Кристиан Хавер в пенале с прошлым бою победил тоже нашего брата, представителя Китайской Народной Республики Токторбека Танатпека, который является тоже финалистом чемпионата мира, чемпионом Азии. Но мы будем надеяться, что в данный момент, именно данный бой, наш брат Нурбек победит и выйдет в финал, где ему будут противостоять тоже хорошие спортсмены. Но здесь, я думаю, на Олимпиаду не едут такие спортсмены, которые не будут показывать результаты. Каждый едет туда за золотом. И будем надеяться, вот смотря на воскресенье, на выходной, сегодня вот воспитанники данной школы собрались здесь, чтобы оказать поддержку своему старшему брату. Это большая мотивация, во-первых, именно для спортсмена, для молодого поколения. Они вот именно в этом зале, Нурбек и Айбек тренировались, проливали пот, кровь в этом зале, в этом ринге. И как раз вот эти дети, которые здесь болеют за него, вместе тренировались. Они видят это, что с этого зала можно достичь Олимпийских высот. И они будут к этому стремиться, это очень большая мотивация. А наша задача только поддерживать наших казахстанских спортсменов, не только Нурбека, Айбека и то, кто проиграл. Мы не знаем по каким обстоятельствам, но нельзя их тоже забывать. Надо поддержать наших спортсменов, боксеров, которые проиграли. Вот смотрите, начало боя, весна неплохое. Как мы видим по реакции зала, вы как сами оцениваете? Ну знаете, мы оцениваем, мы видим то, что наш парень, то, что побеждает. И будут давать судьи тоже. На это тоже надо обратить внимание. Спасибо вам большое. Я отмечу, что сейчас в спортивном комплексе Толхан как раз-таки смотрят бой и наблюдают за боем, где наш соотечественник выступает. У меня на этом все. Диана, вам слово. Спасибо большое. Будем ждать хороших результатов. Пожелаем удачи нашему спортсмену. Динара Абдирова с нами на прямой связи.